В сегодняшнем видео я продолжу тему о том, как заговорить по-английски, как практиковать разговорный английский, если уже есть достаточный словарный запас, вы разбираетесь в грамматике английского языка, но так и не говорите. И сегодня я расскажу вам о технологии, которую я очень люблю и советую абсолютно всем своим студентам. Это технология сам себе. Когда вы изучаете английский, можно сказать, сами с собой, рассказываете истории сами себе, например, берете и придумываете какую-то моделированную ситуацию и начинаете ее расширять в английском языке. Например, когда вы принимаете душ, вы говорите на английском языке, когда вы моете посуду, ходите в пустом парке и разговариваете на английском языке. Это очень интересно и классно. Почему сам себе? Потому что, когда мы приходим на курсы или когда нам нужно разговаривать с кем-то, у нас есть чувство дискомфорта, а может быть даже и стыда, что я буду делать ошибки, я буду произносить неправильно, у меня какой-то не такой голос, видео я тоже не могу снимать. И нам дискомфортно и иногда даже стыдно. И я сам, я это самый любимый человек, перед которым нам никогда не будет стыдно, который нас всегда простит и который нас всегда выслушает и которому будет всегда интересно слушать, что мы придумаем, какие-то невероятные истории, что бы это ни было. Поэтому, когда вы учитесь или начинаете говорить по-английски, очень классно делать это вслух сам с собой. Сам с собой веду беседу. Это очень классная технология. Попробуйте ее прямо сейчас и вы увидите, что через пару дней вам станет говорить намного проще и легче. Но главное делать это вслух. Задавайте свои вопросы в директе или в комментариях внизу и я буду снимать для вас новые видео ответы. С вами была Елена Привиденцева. See you. Bye-bye.